Всем привет! Солнечного острова Тенерифы. Сегодня я вам покажу, что значит перелив пеларгоний. Что значит дать слишком много воды вашим пеларгониям. Во что они превращаются. Вот смотрите на примере вот этого цветочка несчастного. Что произошло. Попросила ему уже один раз полить цветы. Один единственный раз полить цветы наверху на крыше. И он настолько много налил воды, но просто на все цветы, что вода просто стояла. Знаете, земля превратилась в болото. Буквально в смысле. И несколько дней это болото не уходило. То есть не просыхала земля абсолютно. Потому что здесь у нас погода практически каждый день. Солнце конечно выходит. Меняется погода несколько раз на день. Ну вот такая вот погода, видите, с облачками, с тучками. Вот такая она практически каждый день. Поэтому земля здесь не просыхает очень долгое время. А для пеларгоний это смерти подобно. Поскольку он залил очень сильно цветы, они сначала у меня захлорозили. Просто пожелтели листики. А теперь, видите, они все в состоянии умирания. Вот такая вот картина неприглядная. Но этот еще как-то более-менее. А этот вообще, этот я наверное не спасу. На моем опыте мне не удалось спасти ни разу залитые цветы. Пересушенные цветы спасти можно, если они не долгое, слишком долгое время, что уже совсем необратимые процессы начались. Их можно спасти. Но залитые спасти нереально. Даже если вы очень быстро поменяете землю, после того, как обнаружили, что ваши цветы залитые, корни уже успеют задохнуться. А для пеларгоний обильный полив это смерть. Они не любят очень большой влажности почвы. Я, вот свои вот эти вот пеларгонии, которые у меня здесь находились, они все выжили. Благодаря тому, что они были здесь. Погибли те, которые находились на крыше. Сейчас я вам покажу. Вот они пережили уже стресс после смены места жительства. То есть юга мы переехали на север. Они уже здесь адаптировались. Влажность здесь очень высокая. 70-75% каждый день. Поэтому для цветов это хорошо. Внешняя влажность. Но важно не переливать. Видите, у меня здесь почва совершенно сухая. Совершенно сухая. Я, прежде чем полить, я всегда пробую горшочек на вес. То есть я поднимаю его и смотрю. Если горшочек легкий, значит можно поливать. Если он еще тяжеловатый, земля, значит еще влажная. Поэтому эти растения у меня здесь в прекрасном состоянии. Вот этот только мне не нравится. Он как-то не хочет. Видимо для него горшок. Это миния, наверное, пеларгония. Для него горшок большой. Не хочет он не срасти. А остальные все прекрасно перенесли. Переезды уже начинают свести. Закладывать бутоны. Бутонов много. Та тоже вся в бутонах. Вот. То есть скоро у меня тут будет пышное цветение. Порадует меня. Видите, все прекрасно выглядят. Потому что здесь я их не заливала. Они здесь все нормально себя чувствуют. Не залитые. Все здоровые. А те, которые были на крыше, я вам сейчас их покажу. В каком они состоянии. Ну вот этот, это один из них. Это печальное состояние. Видите, желтые не только листья, но и ветви. Это значит, что цветок уже все. Он уже не придет в себя. Но здесь, видите, даже нет сил у него распуститься. Ему не хватает воздуха в корнях. И земля до сих пор еще улажная. До сих пор, хотя прошла уже неделя. Вот. Они захлорозили буквально на второй-третий день. Третий, скорее всего. Третий-четвертый, да. А потом, вот это вот уже неделя прошла с тех пор, как их залили. Видите, за неделю вот они пришли в такое состояние. Сейчас я покажу вам, как выглядят остальные. Это вот ампельная так пострадала. Пострадали также и зональные. Вот, посмотрите на зоналочки. Они, конечно, сейчас выглядят зелененькими, но видно. Вот видите, какие лысины, проплешины. Они очень жиденькие, потому что вот эти все проплешины образовались благодаря тому, что я удалила желтые листья. То есть вот эти три цветочка, хотя, видите, они даже цвести пытаются что-то. Но цветы вон даже жухлые. Эти вообще-то сомневаюсь, что они раскроются. В общем, эти три растения, скорее всего, то, что я уже не спасу. Теперь смотрите, вот это тоже. Было очень пышное, зеленое, это душистая пеларгония. Зеленая, пышная, такие листья были, ну просто. Маленький горшочек залили так, что просто болото внутри было. Вот эти две королевские тоже. Уже листья пообщипала. Не знаю. И самое печальное, что это вот это. Вот это пеларгония, плющелесное крупное растение. Посмотрите, цветок, видите, жухнет. Все жухнет. Надо все это посламывать, потому что очень много воды. Очень много. И просушить вот такой большой горшок, тем более пластиковый, недели недостаточно. В общем, я не знаю, что будет, погибнут они или выживут. Но вот эти растения, скорее всего, что погибнут. В общем, так, видите. Никогда не переливайте ваши пеларгонии. Никогда. Я не могу сказать, сколько воды надо давать им. Потому что это очень индивидуально. Зависит от климатических условий, от погодных условий. От горшка, от размера горшка, от размера растения. Поэтому сказать какие-то правила конкретные нет. Но я всегда поливаю. В момент полива я даю очень немного воды. Совсем немного. Для того, чтобы почва была не переувлажненная. Вот так. Почему растения сейчас здесь, а не в комнате сейчас у меня? Потому что мы ждем разрешения на размещение их на крыше. Они стояли на крыше сначала. Но нам сказали, что нужно получить разрешение от, как это называется, домкома. Поэтому я перенесла сейчас часть, большую часть перенесла в квартиру. Сюда поставила. Здесь им, конечно, темновато. Но ждем, когда он вернется с отпуска. Этот домком получил разрешение. И опять вернем их все на крышу. Потому что на крыше там реально им лучше. Там и дождик, там и солнце, там и ветер. Они там себя лучше чувствуют. Вот. Но поживем, увидим, что будет. Это мне очень, конечно, прискорбно. Видите? При том, что я уже очень много листьев удалила желтых. Этот вообще лысый. Ну, в общем, ждем. Ждем. Потом вам покажу результат. Забыла еще показать вот эту пеларгонию. Она тоже не пострадала, потому что здесь коршок этот находился. Вот посмотрите, какая она зеленая, какая она мощная. Какие у нее листья. Все здоровое. Все такое живое, насыщенно зеленое. И цветы. Это, конечно, дичка. Я ее сорвала, эти череночки, на улице. На дороге прямо, да. Она, конечно, выживает. Ей везде хорошо. Вот этот, не знаю, какой будет цвет. Этот бутончик. Эти два одинаковые. Такие оранжево-красные. Вот, в общем, вот так. Такие неутешительные моменты. Поэтому еще раз вам говорю, пожалуйста, не переливайте свои пеларгонии. Не заливайте их. Старайтесь давать им умеренно влагу. Иначе все пропадет. Ну все, всем пока-пока. До новых встреч. Смотрите, у нас второй день какой-то. Вот, даже какой-то праздник. И так палит пушка. И звенят колокола на ракуши. Там флаги висят. Испанский, канарский, еще какой-то зеленый. Не знаю, может, там есть на какой-то флаг. Вот так пушка палит уже второй день. Звенят колокола. Ну, не целый день, конечно. Ну так, вот сейчас у нас два часа дня. Начался этот призон. Он продлится где-то минут 15. И потом через какое-то время повторится опять. Это бах-канье. Не знаю, что за праздник местный какой-то. Но вчера было воскресенье. Сегодня понедельник. Даже не знаю. Родители ждут детей со школы. И там океан. Его не видно. За этим полицией. Тупушка больше не бахает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова